Нейросеть Дисней научилась на лету менять возраст актеров. Кулер Мастер представила полузакрытую капсулу для геймеров и профессионалов. Сверхлегкий одноместный и Витол Дрэгон можно будет собрать самому. Создан внедорожник, работающий на съемных водородных картриджах. Все это и многое другое прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Инстардинг Новости. Обязательно досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Иногда перед кинорежиссерами встает задача показать в картине актера более молодым или, напротив, более старым. Ее решение достигается методом состаривания, который сводится к покадровому ретушированию лица программными инструментами. Это отнимает немало времени, да и стоит довольно дорого. Но студия Дисней решила отдать эту задачу нейросети. И теперь процесс старения стал не просто быстрым, а автоматизированным. Новая ИИ-технология получила название ФРЭН. Она построена на анализе данных о том, как изменяются лица людей с возрастом. Для этого было сгенерировано несколько тысяч примеров лиц в возрасте от 18 до 85 лет. После завершения обучения искусственный интеллект начал создавать реалистичные изображения лиц людей самых разных возрастов, учитывая их этническую принадлежность и индивидуальные физические особенности. Сейчас Дисней стала первой киностудией, получившей в свое распоряжение эту уникальную и перспективную технологию. Стоит отметить, что качество, выполняемое нейросетью работой, находится на уровне, достаточном для использования в производстве фильмов. Удобный интерфейс ФРЭН уже разработан, и уже скоро результаты ее труда можно будет увидеть в кинотеатрах. Компания Cooler Master объявила о грядущем выпуске необычного компьютера ORBX, который в первую очередь ориентирован на геймеров, но также подойдет до серьезной работы и выполнения самых разных задач. Новинка выполнена в форме капсулы, в которую встроен ПК, кресло, крепление для трех мониторов, аудиосистема, несколько USB-портов и множество светодиодов. Конструкция ORBX позволит пользователю изолироваться от внешнего мира для повышения продуктивности при выполнении работы. Поддерживается установка одного 34-дюймового или трех 27-дюймовых мониторов. Имеется место для размещения ноутбука или игровой консоли. В наличии встроенный USB-концентратор с четырьмя портами USB Type-A и двумя USB Type-C, один из которых выдает 60 Вт мощности. Место для размещения мыши покрыто тканевым ковриком. Встроенная акустическая система включает в себя пару широкополосных динамиков и сабвуфер. Внутри капсулы размещено удобное кресло с поддержкой регулировки положения спинки и подголовника, а также с подставкой для ног. По словам разработчиков, ORBX позволит создать приватную обстановку, в которой пользователя не будут отвлекать какие-либо внешние факторы. Однако внешний облик новинки, очевидно, будет привлекать всеобщее внимание, независимо от того, где она будет установлена. Этому способствует не только необычный дизайн, но и внешняя светодиодная подсветка, которая может быть настроена в соответствии с предпочтениями пользователя. ORBX имеет габариты 2х1,8х1,8 метра и вес 345 килограммов. Верхняя часть кабины оснащена электроприводом, а для управления предусмотрен специальный пульт. На данном этапе желающие приобрести новинку могут записаться в очередь ожидания. Когда именно начнется серийное производство, пока неизвестно. Стоимость капсулы также неизвестна, но ранее производитель говорил, что ее цена может находиться в пределах от 12 до 14 тысяч долларов. Десятки стартапов взялись за создание пассажирских или грузовых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Но далеко не у всех дело дошло до летных испытаний полномасштабных прототипов. Еще меньше тех, кто смог реализовать функционал перехода от вертикального полета к горизонтальному. Калифорнийская компания Archer смогла это сделать и в подтверждение показала видео с последнего этапа испытаний. Конструкция Maker на первый взгляд кажется странной и неэффективной. Передние шесть пропеллеров меняют положение с вертикального на горизонтальное, а задние шесть пропеллеров просто прекращают вращаться и складывают лопасти для минимизации сопротивления, когда аппарат начинает двигаться вперед достаточно быстро. Такой подход, как оказалось, позволяет снизить расход энергии на две трети по сравнению с мультикоптерами. Авиастроительная компания из Аризоны решила не отставать от коллег и тоже решила заняться производством летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. И по итогу разработала Дракона. Это одноместный коптер с управлением джойстиком, автоматической посадкой и баллистическим парашютом на всякий случай. Максимальная скорость аппарата 100 км в час. Ротор Икс явно решила упростить конструкцию везде, где только возможно. Легкая кабина больше напоминает водный мотоцикл, чем аэротакси. Восемь пропеллеров с отдельными моторами на 16 кВт обеспечивают достаточную надежность во время 20-минутного полета. Дрэгон способен поднять в воздух не каждого. Максимальный вес пилота вместе с одеждой и личными вещами не должен превышать 113 кг. Помимо простого управления, Дрэгон оснащен системой управления полетом, которая позволяет включать автопилот на высоте и автономной системой посадки. А сверхлегкий класс дает уникальную возможность пилотировать аппарат без всякой лицензии. Подвох или еще один плюс заключается в том, что Дракона компания пришлет заказчику в разобранном виде, правда с инструментами и видеоинструкцией. Желающие смогут также приехать в мастерскую компании и собрать свой дрон там, под надзором специалистов Rotor X. Цена удовольствия – 99 тысяч долларов. Поставки обещают в августе 2023 года. Для тех, кто готов внести залог сейчас, цена аппарата составит 85 тысяч. Афроевропейская компания NEM-X и итальянская Pininfarina разработали внедорожник, работающий на сменных картриджах с водородом. Четырех картриджей хватает на 800 километров пути. Картриджи можно снять легко вручную, заменить на пункте обслуживания или заправить на станции. Это будет так же просто, как замена батареек в ручном фонарике. Транспорт на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов может стать альтернативой электромобилям на литиевых батареях. Первые поставки водородных NEM-X намечены на начало 2026 года. Базовая модель стоимостью около 68 тысяч долларов будет иметь заднеприводную силовую установку мощностью 300 лошадиных сил. Время разгона до сотни составит 6,5 секунды. В улучшенной версии будет полный привод, а мощность двигателя увеличится до 500 лошадиных сил. Максимальная скорость будет ограничена 250 километрами в час. Разгон до сотни займет 4,5 секунды. Цена заряженной версии будет достигать до 99 тысяч долларов. Компания уже принимает предварительные заказы. Многие знают легендарную модель Porsche 911 как спортивное авто премиум класса. Но мало кто в курсе, что у компании есть и успешная история создания внедорожников на базе 911-го. В Porsche строили такие машины только для участия в знаковых соревнованиях. И надо отдать должное инженерам компании. Они добились впечатляющих результатов. Компания запустила в производство внедорожник 911 Dakar. Отличий от других версий 911-го предостаточно. Это, например, модернизированная подвеска, которая позволяет увеличить клиренс автомобиля на 80 миллиметров и радикально уменьшить радиус разворота. Также стоит отметить и специально разработанные шины компании Pirelli, которые гарантируют, что машина будет ехать туда, куда захочет водитель, невзирая на состояние грунта. Новый 911 Dakar мчится вперед по камням и слякоти за счет трехлитрового двигателя, работающего в тандеме восьмиступенчатой коробкой передач PDK и приводом на все колеса. При этом силовая установка развивает мощность в 473 лошадиных силы и обеспечивает крутящий момент до 570 ньютон на метр. Несмотря на внедорожные акценты, машина способна разгоняться с места до сотни всего за 3,4 секунды, но, естественно, на дороге с твердым покрытием. А максимальная скорость и вовсе достигает впечатляющих 240 км в час. Компания выпустит 911 Dakar небольшим тиражом в 2500 экземпляров. Приобрести ее можно уже этой весной по цене 223,5 тысячи долларов в дилерских центрах США. Вслед за Porsche 911 Dakar суперкар Lamborghini Huracan тоже стал внедорожником. Компания разработала внедорожную версию своего суперкара, но увидеть в нем вездеход сложнее, чем в 911. Может показаться, что новый Storato все же остался суперкаром, но не стал внедорожником. О том, что первое впечатление обманчиво, говорят двигатель V10 мощностью 602 лошадиных силы, мощные крылья с агрессивными линиями, более внушительные боковые юбки и направляющие на крыше. Презентация новинки прошла в Майами-Бич в рамках мероприятия Art Basel. От обычных моделей Huracan его отличает подъем подвески на 44 мм, полный привод с электронной системой управления и раллийный режим. В нем можно активировать опции Strada и Sport. Перенастройка сцепления и управляемости занимает всего несколько секунд. На трассе авто способно разгоняться до 100 км в час за 3,4 секунды, а пиковая скорость достигает 260 км в час. Интерес вызывают специальные шины от Bridgestone и возможность голосового управления режимами работы стереосистемы, кондиционера и навигации. В дополнение к традиционному комплекту приборов добавились индикаторы тангажа и крена, координат и угла поворота, а также компас. Lamborghini намерена выпустить всего полторы тысячи таких авто. Они будут доступны для приобретения уже в начале 2023 года. Цена внедорожной новинки пока не озвучена. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Обязательно оставляйте свои комментарии внизу под видео и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, канал Instarting Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok